Всем привет, друзья! И сегодня мне хотелось бы с вами обсудить такое явление, как культура отмена. И перед началом видео, пожалуйста, убедитесь, что вы поставили палец вверх, подписались на мой канал, потому что меня очень часто смотрят без подписки. Это грустно. Проверьте, пожалуйста, что ваша кнопочка подписаться стала серой! Тем более, недавно из моего прошлого видео мне прилетел страйк из-за трех скринов. И, скорее всего, мои видео сейчас не будут попадать так активно в рекомендации, но вы можете поспособствовать этому и все-таки пропушить его. И мне будет очень приятно. Спасибо вам большое! А мы можем начинать. Что же такое? Это ваша культура отмена. Я это сформулировала примерно так. Культура отмена – это способ воздействия на людей или бренда обществом посредством осуждения и лишения поддержки отменяемой персоны или бренда. А теперь давайте на конкретных примерах. Думаю, многим знакома история с Харви Майнштейном. Его отменили за сексуальное домогательство. И это во многом благодаря движению МИТУ, которое предало это огласке. Люди начали об этом говорить. И Харви Майнштейна пригласили в суд. И уже суд ему вынес приговор. И так получилось, что продюсера приговорили к трем годам тюремного заключения за сексуальное насилие и еще к 20 за незаконные действия сексуального характера. И на самом деле это очень хорошо, потому что нам всем известно, что мега уважаемым людям, каким-то мега известным их очень тяжело привлечь к ответственности. Но это сделали. И это классно. Но также есть немного другие кейсы. Джена Марблс была отменена из-за видео где-то из 2010 года из-за сексизма и расизма. Я думаю, что вы смотрели видос, где она там пародировала Никки Минаж и как-то типиривала девушек. И это очень долго оставалось незамеченным. У нее эти видео висели на канале. Что, кстати, тоже ей очень сильно встало боком. Но в итоге их снова обнаружили. И решили высказать ей, что это, блин, неправильно. Она выложила извинения. Видео извинения. Она скрыла все эти видеоролики. И рассказала о своем решении уйти с Ютуба. Но на самом деле эти извинения никого не устроили. И она только подогрела интерес к этому скандалу. Ей никто не поверил. Ничего хорошего из этого не получилось. И в итоге она и ролик с извинениями тоже удалила. И сейчас о ней ни слуха, ни духа. Она ушла из инфополя абсолютно. Как говорится, сделала, сказала хуйню. Получила свое наказание. Если брать бренды, то у меня вспоминается скандал с NYX. У меня это первая культура отмены, которая была в моей жизни. Которую я сама поддерживала. И бренд, который я бойкотировала. Суть в том, что они на постере в России просто вырезали накрашенного парня. И все. И извинились перед людьми, которых накрашенный парень оскорбил. Ну, как бы такое. И насколько я знаю, они не извинились перед людьми, которые, блядь, пользуются их косметикой. И мужчины, которые красятся, небинарные персоны и так далее, перед ними не извинились. Типа, простите, пожалуйста, что гетеро-люди, гетеро-мужики, которые ходят около этого магазина и смотрят вот на этот баннер. Что у вас жопа подгорает, блядь. Ну, естественно, я даже очень много замечала, что многие бьюти-блогеры не рассказывают про NYX. Потому что из-за этой ситуации. И плюс у них еще не очень хорошо работа с блогерами идет. Постоянные там какие-то скандалы. И российское отделение, конечно, не кайф. И я как-то это тоже поддерживала. И мне просто, блядь, язык не поворачивался в своем видосе, там, в истории в Инстаграме сказать, что я пользуюсь вот этой вот штукой от NYX. Даже если я пользуюсь. Только заказываю из-за рубежа. Казалось бы, ты можешь с этим не ебаться и забить. Но я просто не могу. Рука не поворачивается. И это скандал бы более двух лет назад. И до сих пор есть какие-то последствия. Но в любом случае этот магазин все еще есть. Этот бренд все еще существует. Продают свою косметику. Я не думаю, что особо они обеднели из-за трех человек, которые, блин, не рассказывают в своих роликах про эту косметику и ее не покупают. Вообще, мне кажется, что брендам невозможно быть непроблематичными, этичными в нашем капиталистическом мире. Поэтому я все-таки хочу больше сосредоточиться на людях. Все-таки, если бренд рушится, это не равно разрушиться человеческой жизни. Но если вы вдруг хотите поддержать меня, и бренд, с которым я сотрудничаю, это мамку пи. Вот это мой мерч. Я его очень сильно люблю. У меня тут, кстати, рядом еще есть одна худи. Плюшевое сердечко. Очень классно. Подойдет на холода, которые у нас сейчас имеются в наличии. Но также в наличии на Зоне, на Wildberries и на сайте мамку пи огромное количество моего мерча. Шоперы, худи, толстовки, штаны даже есть. Различная мелочевка по типу. Тетради, термосы, кружки, стаканы, наклейки, стикеры, татуировки. Все есть. Да, если вам нравятся мои татуировки, то у вас они тоже могут быть. А ссылку я вам оставляю в описании. Давайте немного разберем, как эта культура отмены, в принципе, работает. Ветка вариантов события. Первое, человека отправляют на суд. Второе, человека обвиняют в каких-то вещах не в преступлении. Он извиняется за задеянное. И, что бывает очень-очень-очень-очень редко, его прощают и он спокойно существует дальше. Либо его не прощают и полностью стираются по полю. Это, конечно, могут забыть. Но да, три веточки. Другой вариант. Человек не извиняется и стоит на своем. Первый вариант событий. Всем похуй, потому что скандал забывается и он спокойно живет свою жизнь. Ну или его все-таки отменяют или просто какая-то часть людей не поддерживает. Или стирают из него по полю. Ну да, сложно. Хоть делай игру. Попытайся выжить в культуре отмены. Прикиньте, если бы реально была игра, то что ты какой-то популярный человек и тебе нужно выбирать, что тебе сказать. И у тебя либо лояльность растет, или попадает. То сделает тому штраф, блядь. Завторское право. В общем, ребята, всегда есть те, кто за и те, кто против. Давайте просто рассмотрим эти две страны. Если что, все персонажи выдуманы. Я считаю, что культура отмены это хорошо, потому что мы можем влиять на людей и менять мир к лучшему. Люди научатся признавать ошибки, узнавать о каких-то новых вещах. Например, Тодоренко сказала, что жертвы сами виноваты, но в итоге она поменяла свое мнение и сделала фильм про домашнее насилие. Но ее буквально затравили и после фильма и извинений сказали, что она переобулась. И пыталась отмыться от позора. Если бы не было такого резонанса и это не было бы так яростно, то никто бы не обратил на это внимание. Только когда бренды начали от нее отказываться журналу забирать премии, она перестала нести чушь в массы и изменилась. Мне кажется, что даже после этого фильма ей никто не поверил. Людям не нравится, когда человек меняет мнение. И такое ощущение, что у нас нет никакого права на ошибку. А ведь мы все люди и нам свойственно ошибаться. Кто-то прощает, кто-то верит. Это право каждого человека. Хорошо, давай в пример возьмем Джеффри Стара, которого отменяли миллион раз. Но у него все еще есть огромный дом, многомиллионный бизнес, куча денег и private jet. Каждый раз, когда его отменяли, он только больше подогревал интерес. И когда вы говорите о каком-то инфлюенсере, в негативном ключе это все только ему на пользу. Все равно лишняя популярность, люди оставляя гневные комментарии, но видео все равно пушатся вверх и его смотрят. Мы пытаемся построить институт репутации. И если у человека нет хорошей репутации, сколько бы он не получал внимания, негативного хайпа, к нему не будут уйти рекламодатели, его никто смотреть тоже не будет. Скорее всего, он вообще останется без аккаунта, потому что его закидают жалобами и удалят. А почему тут решают, что мы можем позволять людям говорить, а что нет? Мне кажется, что глупые высказывания это просто плата за свободу слова. Нет, свобода слова это другое. Это право человека высказывать свое мнение без вмешательства публичных властей и независимо от государственных границ. Мы не государство. Тут больше разговор о морали. Хорошо, давай возьмем ситуацию с Роулинг, которую отменяют за трансфобные высказывания. Но допустим, я согласна с тем, что трансперсоны только укрепляют гендерные стереотипы. Стереотипы о маскулинности и о фемийности. Все стороны прочитала, все узнала, изучила, но мне все равно кажется так. И из-за этого мне могут разрушить всю мою карьеру. Да, потому что это ужасные слова для всего вири-сообщества и транс-сообщества. Которые как раз таки не понимают и дискриминируют. У тебя есть привилегия быть циз, и тебе никогда этого не понять. И я считаю, что трансфобия это не мнение. Но я просто так считаю, я не против трансперсон. Пусть они живут как хотят. Но почему каждый не может транслировать то, что он хочет, то, как он думает. И получать как раз таки осуждение от несогласных и поощрение от согласных. Потому что люди прислушиваются к мнению известных людей. А она все это комьюнити просто дискредитирует. Ладно, а если мы говорим не про этот скандал, а про культуру отмены в целом. Но что делать человеку, который действительно изменил свое мнение, но его все равно не прощают. Все равно он отменен пожизненно. Самое главное это извлечь из этого урок. И чтобы люди видели, что бывают за такие высказывания, чтобы люди думали перед тем, как что-то говорить. Мне кажется, мы уже давно отошли от концепции. Я не в ответе за то, что делают мои подписчики. У всех же твои головы на плечах. Если ты делаешь что-то плохое, нанеси за это ответственность. Первое, что я заметила, что мне действительно бывает стремно высказывают свое мнение. Если просто будет больше не согласна с этим мнением, то пизда мне. I guess. Но мне кажется, просто когда мы видим разные мнения одного вопроса, то это помогает нам прийти к какой-то истине. И человек просто может сам для себя определиться, что вот это я поддерживаю, вот это я не поддерживаю. Я сейчас не говорю про то, что трансфобия это мнение или что-то такое. Я не хочу вообще ничего критизировать. Потому что зачем? У нас тема другая. В общем, со мной стороны, мне нравится этот подход. Но есть вещи, с которыми я не согласна. Если это помогает с преступлениями, насилием и какими-то другими вещами, то да, супер, всеми руками за. Но потом уже суд решает, что будет с жизнью человека. А если мы говорим про какие-то а-ля моральные преступления? Но действительно ли мы можем отменить человека за его какие-то принципы? За то, что он думает и как он думает? Осуждать мы его можем, естественно, но абсолютно ставить крест на его жизни и карьере, я думаю, что не совсем. Но тоже, конечно, это зависит от того, что человек говорит и так далее. Я просто даже не знаю, какой пример бы придумать. Но, допустим, персона А сказала, что я считаю, что культурная апроприация, это типа нелогично, потому что культуры переплетаются. И мне кажется, что это нормально, что я там могу сделать себе дреды. А человек Б говорит, блядь, нет, так нельзя-то. Мне кажется, это просто концепция, которую придумал какой-то человек, и его какого-то хуя все поддержали. Я так не думаю, это полный пиздец, я считаю, что так нельзя, т-т-т-т-т-т. Отменяю! Я очень много общаюсь с людьми, которые не согласны с моими взглядами. Которые не думают так, как я. Я просто пытаюсь обединить свою точку зрения. Они могут что-то из этого почерпнуть. Мне похуй, что они тут, на самом деле. Потому что, да, с одной стороны, было бы классно менять мир, вдалбливать какие-то вещи людям, которые абсолютно не хотят. Но это будет с каждым из нас. Мы же не можем быть абсолютно совсем согласны, что есть, так сказать, в новой этике. Вот прям безоговорочно. Просто вот совсем быть согласны. Даже если да, то, ну, круто, конечно. А если нет, то, короче, все это перекидываю на себя, потому что я не совсем согласна. И тоже меня пугает такая вещь, что я могу сделать какую-то глупую штуку, либо другой человек, и все, у него жизнь, блядь, разрушится из-за этого. Мне не нравится, что культура отмены не берет человеческий фактор во внимание, потому что мы все ошибаемся. Потому что, вот, например, тоже в России. Мы вообще не знаем, что такое расизм в плане черных людей, в плане цветных, да. То есть мы все видели то над азиатами стебутся, что, типа, они китайцы и все такое, все эти ужасные вещи. То, что сейчас мы видим с иммигрантами. Ну, вот, конкретно с чернокожим населением нет. И вот какой-то долбоеб возьмет и сделает блэкфейс, да, плохо. Или скажет N-word, например, ну, блядь, можно просто взять и объяснить то, что, слушай, так лучше не делать. Типа, это реально плохо объяснить. И он такой, типа, ага, круто, хорошо, я так больше делать не буду. Еще такое ощущение создается, что если человек извиняется за свой проступок, то автоматически как будто его легче задавить. И мне кажется, что это то, что чувствуют некоторые люди, которые даже согласны с какими-то вещами, но они там принципиально бунтуют. Вот им сказали то, что, вот как было с Ренатой Ри, и говорят то, что, эй, типа, есть видео, где ты сказала N-word. Ну, блядь, я год путешествовала, там были только негры с трех. И она такая, этого не было, это не то, это значит не то, это нормальное слово, бла-бла-бла-бла-бла. И ей все говорят то, что, ну, это то же самое, типа, это одно и то же. И она такая, нет, но в итоге она извинилась. И когда она извинилась, ей просто, там, никто не поверил, сказали, это просто worst apology ever. Типа, это настолько ужасно, это плохо, та-та-та-та-та. Ее очень долгое время не было, сейчас ее хейтят, кстати, теклоки очень сильно. Но, блин, ей, ей что, 18 лет? Она вообще, мне кажется, таких вещей не понимает. Ну, не знаю, это реально просто надо объяснять. У нее есть привилегия, за которую она не видит эту вещь. И если просто ее убрать, сломать ей жизнь тем, что унит мы тебя. Ну, знаете, даже не то, что не поддерживать, это выбор каждого человека, будто он поддерживает того или иного чувака. Но вот конкретно, что мы тебя забулем, мы накидаем жалпнутый аккаунт, тебе его удалят, и все. Иди работай в офис, и то тебя туда не возьмут. Если это глобальная какая-то культура отмены, да, очень такая жесткая, да. Мне кажется, с вами там а-ля полгодика бренды не поработают, но какую-то, типа, рекламку брать будут. В любом случае, как-то выжить можно будет. А если, например, удалят аккаунт, вот это уж страшно будет. Но у нас также есть противоположная ситуация с таким же сходом. Тоже, я уже упоминала про Регина Тодоренко. Она сказала хуйню. Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебе не верил? Типа, реально хуйню, наверное, потому что она просто не разбирается в этом во всем. И, конечно, следовало бы фильтровать, что ты говоришь на такую тему, но не смогла. В итоге она извинилась, сделала фильм про насилие. Свои извинения она еще подкрепила каким-то вкладом. И это просто идеально, что должно было по идее сработать. И даже если ей это сделали какие-то пиар-менеджеры, мне кажется, они ей доступно объяснили, почему так делать нельзя. И когда она это делала в фильм этот, она тоже поняла, почему так нельзя говорить. И когда она общалась с жертвами насилия и так далее. В общем, мне кажется, она все прекрасно поняла. Но все такие, типа, не верю, блядь. Да, конечно, у инфлюенсеров очень большое влияние на своих подписчиков. И то, что кто-то мог бы перенять вот эту вот форму мышления. Но одно дело, когда ты в интервью, на трансляции в инстаграме сказал одну фразу. А другое, когда ты выпустил, блядь, часовой фильм про то, что это полная хуйня. Мне кажется, это идеально перекрыло все. И знаете, моя любимая, типа, переобулась. What the fuck? В смысле переобулась? Мне кажется, она просто делала ресерч, либо ей сделали ресерч, рассказали это все. И просто, типа, лол, переобулась. А что, если бы она, блядь, стояла на своем, такая, да, да, типа, они жертвы сами виноваты. Это что, лучше было бы? Я не понимаю. На самом деле, культура кремен, она, блядь, такая выборочная. Потому что возьмем, к примеру, Ларина, про которого я сделала тикток. И там, типа, была суть в том, что вот я раньше, когда была мелкая, мне казалось, что ты крутой. Но сейчас я понимаю, что все, что ты говорила, это отстой. Муд комментарий просто. Ну, он же изменился сейчас. Он говорит правильные вещи. Да ладно, Ларин нормальный. Или просто, типа, опять обиделись. Ну, блядь, сука. Мы так высирались, ну, может быть, не те конкретно люди, но общество так высиралось на Ригину Дударенко, что она вот одну фразу сказала, и либо любые кейсы культуры отмены. А вот то, что Ларин на протяжении очень долгого времени говорил какие-то мизогинные сексистские вещи, которые... Я не знаю, вы можете либо подтвердить, либо опровергнуть в комментариях. Но если вот вы примерно одного возраста со мной, то есть 20-21, может быть, больше, то 100% в вашем классе, блядь, был какой-то лбоеб, либо в вашем кругу общения, который такой... Ты женщина, ты отстой, так Ларин сказала. Я, кстати, Кавку читаю. Это просто так продвинуло ебучую мизогинию. Я этого не замечала раньше, но потом я прочитала действительно старые переписки, посмотрела вообще, что было сказано, что вообще творил. Это просто трэп. И вот все вот эти блогеры, мужчины, они настолько сделали охуеть огромный вклад на то, что люди думали, что если ты девушка, то ты бьюти-блогерша. Знаешь, типа, тебя не надо воспринимать серьезно, ты говоришь про свою косметику. Человек там, не знаю, меня звали. А ты бьюти-блогерша. У меня не было... Я тогда вообще даже не красилась. Потом, да, начала. Но тогда, типа, этого не было. Мне было, блядь, стыдно за то, что я девушка. И это так грустно было. И у меня началась фаза из-за этого. Я мальчик. Пиздец, что Мизогини делать с людьми? Я не видела, по крайней мере, честно, просто. Это не подъеб какой-то. Просто я реально не видела, чтобы он извинялся. Может быть, он, конечно, поменялся. Но я просто не смотрю его видосы. Мне неинтересно. Мне после этого неприятно. И какое-то время я еще даже смотрела и такая, блин, ностальгия Ларин. Но недавно, да, я прям переосмыслила это все и поняла, что это полный пиздец. И я думаю, блядь, а вот когда Регина Тодоренко сделала такой огромный вклад, я думаю, реально, что это большой вклад. Если даже сравнить с тем, что она плохого сделала и хорошего, вот конкретно в этой ситуации, то хорошего больше. А Ларин поменялся, ебать. Спасибо, что он поменялся. Мне очень стало от этого лучше. Да, у меня есть, конечно, какие-то ностальгические чувства к нему. Но это просто реально неприятно. Мне кажется, мы уже давно отошли от той концепции, что блогер не в ответе за то, что говорят и делают его подписчики. То, что они сами пусть думают, я абсолютно ни при чем. Я не говорю, что у блогера какая-то 100-миллионная процентная ответственность за слова, действия подписчиков своих. Нет. Я немного про другое, про то, что он в любом случае несет в массы. Это может действительно повлиять, как я уже и говорила про Ларина, на мою жизнь это повлияло. Блядь, это вообще не стереть. Из песни строк не выкинешь. Фраз такая есть. Поняли? Но та вот эта идеальная культура отмены, которую я ранее описала, ну это же абсолютно утопия. Типа, как вы себе это представляете на самом деле? Привет! Мы ЛГБТКЮ плюс комьюнити и мы уважаем ваше мнение ЛГБТФОБО. Потому что все имеют право на свое мнение. О, здравствуйте! А мы консервативные люди. Мы вообще ЛГБТФОБЫ. Мы не уважаем таких людей. Мы с ними абсолютно не согласны. Нам кажется, что нужны семейные ценности, но мы принимаем вас такими. Потому что это тоже ваше мнение, ваша жизнь. И живите как хотите. Мы просто вас в этом не поддерживаем. Really? Или если бы ты сказал про мигрантов, то плохое слово нахэ. Не говори так, пожалуйста. Ладно, не буду. Многим людям не нравится, когда им указывают. Они хотят делать то, что они хотят. И если бы та же самая культура отмены не была такая яростная, она бы просто не работала. И она граничит уже с буллингом. Типа, откровенно, культура отмены чуть ли не равно будет. Просто вот эти, те отрывки из-за и против, которые мне нравятся, они вместе существовать не могут. Но также полная культура отмены и полная свобода слова, это тоже утопия. Конечно, мы можем добиться той же самой полной культуры отмены. Но насколько будет это общество тираническим, контролируемым, и насколько там будет хуёво жить. То есть вы действительно будете фильтровать всё, что вы говорите. Если эта культура отмены будет относиться не только к известным людям. Это иногда касается и обычных людей. И вас это тоже будет касаться. И у вас не будет права просто на ошибку. Но я не хочу рассуждать это только с той стороны. А прикиньте, если это с вами будет, йоу. А прикиньте, если... А вот со мной, если это будет, это... Мне бы это не понравилось. Не совсем я про это говорю. А больше про какую-то абсурдность. И то, что мы не сможем говорить, что мы хотим. И это повлияет также на то, какие стороны мы будем видеть. Например, тоже. Когда я была веганом, я не смотрела в другие стороны. Я была только, например, на веганском аккаунте каком-нибудь. И я не видела, какие могут быть проблемы у меня, например. Да? Я не говорю, что у вас сразу проблемы, если вы веган. Я не видела, какие могут быть проблемы. Потому что блокировались, таких людей булили, убирали. И я такая, да, это полная хуйня. А потом я была на аккаунте, который против и который про веган. И я действительно очень много вещей поняла. Но на самом деле с питанием, конечно, это тяжелая штука. Мало исследований в области питания. Но все равно как-то по своим ощущениям, то можешь все равно хоть что-то понять. Это самое главное, что есть две стороны. И мы можем их посмотреть и понять, что нам ближе. А вот если бы не было этих двух сторон. Ну, была бы я веганом. Ну, не подходила бы мне это. Мне бы это не нравилось. Но я такая, ну, это же правильно. Типа, только так и нужно. И на самом деле мне кажется, что идеального общества можно добиться, естественно. Но очень жестокими путями. И вот этой утопической культуры отмены. Мне кажется, что люди просто должны принимать мнение других. Конечно, я не могу говорить просто про все вопросы. Иногда это просто не мнение. Какая-то глупая вещь. Но просто, типа, тоже стараться объяснить. Например, если я взнакомилась случайно. Человек такой у меня casual acquaintance, так сказать. Он мне такой говорит, я считаю, что женщина должна делать то-то-то-то-то. А мужчина должен делать то-то-то-то-то. Вот так я считаю. Думаю, блядь. Ну, флаг тебе в руки. Считай так дальше. Может быть, ты посмотришь сам потом что-то. Ну, я пытаюсь, да, что-то объяснить. Дыру. А ты не думал, что так-то-так-то-так. Так-то-то-так. Но у меня нет цели конкретно поменять человека. Ну, потому что, ну, прикиньте, если бы тоже у вас очень прогрессивные взгляды, вам подходчик. А вот я считаю, что должно быть так-то-так-то-так-то-так-то. И он такой, типа, вам говорит нет. Должно быть так, потому что так. И вы такие, типа, ну, я никогда в жизни не приму эту сторону. Ну, типа, это полный пиздец. Что за арханечная хуйня? А вот зеркалка, понимаете, да? Понимаете? Тоже возьмем вот абсолютную freedom of speech. Но она же тоже невозможна. Это значит, что просто все имеет право на существование. Но это, на самом деле, мне кажется, больше возможно, чем какой-то натальный контроль. Просто тоже за все есть платы. Если у вас абсолютная свобода слова, то готовьтесь к ложной информации, к дискриминации, блядь, к мужскому государству. Прости меня, господи, блядь. Ну, на самом деле, я считаю, что это преступная штука. Преступление тут не в счет. Преступление это преступление, понимаете? Абсолютного ничего нет. И я не совсем понимаю, к чему мы вообще хотим прийти. Тоже как-то, мне кажется, как будто общество поделено. Ну, может быть, 80 на 20. 20 человек такие культура, отмены, да-да-да-да-да-да-да. И, ну, иногда некоторые подключаются из тех 80%. А 80% такие мы хотим говорить, что мы думаем, идите нахуй. Короче, к чему мы хотим прийти? К тому, что сейчас зарождается в России. Ну, типа, какой-то буллинг. Мне эта культура отмены не нравится. И да, в Россию она как бы только приходит, что-то зарождается, что-то там, что-то вот па-па-па-па. Вот, например, тоже я видела у Собчак, она назвала первая культура отмены в России про Пётра Мартича. Я думаю, бля, ну сколько людей его поддерживают, сколько у меня просушивали на альбомах? Он говорит, что я потерял всё. Но хотя с другой стороны, я помню, что там было насилие вроде. Я просто плохо знаю эту историю, но просто я вижу то, что его всё равно очень много людей поддерживают в этом. Хотя там было насилие, и по-хорошему было бы передать это дело суду, чтобы суд с этим разобрался. Но в том мире мы живём, чтобы суд что-то делал. Было в таких ситуациях, мы это прекрасно знаем. В общем, ребята, напишите, пожалуйста, своё мнение по поводу культуры отмены. Может быть, вы хотите высказаться по поводу каждого топика, который мы разобрали. Мне будет очень интересно почитать, посмотрим, сколько людей, что, в принципе, считаю. Какая была бы у вас там идеальная культура отмены. Я действительно читаю все комментарии. Мне интересно узнавать ваше мнение. И плюс, комментарий ещё поднимет моё видео вверх. Спасибо большое за просмотр. И я надеюсь, что вы поставили ещё в начале видео лайк, писались на мой канал. Если нет, то напоминаю. Всем удачи, добра. Извините за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok